Это трупы динамовские, я даже не буду. Вы можете поставить? Ребят, все, домой! Не-не-не. Всем привет, друзья, с вами Андрей, и это канал Футбол, это жизнь. Итак, это третий выпуск про вдируют пенальти. Я решил плодотворно заняться этой рубрикой. Недавно вышел ролик с Михаилом Заламедом, вы можете глянуть его по подсказке. Но сейчас у нас пока что действующий чемпион Алтайского края. И буквально через пару дней будет финал Кубка Алтайского края, правильно? И футбольный клуб ТЭМ будет идти к этому дублю. Итак, перед вами Никита Бабич, защитник футбольного клуба ТЭМ. И также тренер. Спортивная школа ТЭМ. Спортивная школа ТЭМ. Итак, сейчас мы пойдем с Никитой и пробьем серию пенальти. И вернемся к вам. Хороший удар. Ты готов? Ты готов? Удар. Сейчас, в очки. О, ну-ка шансы. Не манялись. А тут это бери. Вот он, вот. Я вратарь бывший был. Я не нашел с кем устраивать. Третья, я как и сделал красивый. Это за плюс три считается. Итак, первый вопрос. Никитин. Он центральный защитник футбольного клуба ТЭМ. Ну и до ТЭМ ты, естественно, тоже играл. Поэтому у тебя большой опыт в матчах. Поэтому назови трех игроков, против которых тебе было, ну, просто неприятно играть. Которые действительно прям могли упасть в трофной и заработанную темпинацию. Хотя ты их мог не трогать. Провоцировали там тебя. Ну, давай, топ-3. Словишь, тебе должен взять нападающих, который... Не обязательно нападающих, может, это полузащитники даже были. Ну, вообще, первый, с кем я играл, это вот, конечно, на последней игре, можно было бы сказать, видно было, с Натаем мы играли. Это был Рома Сычев, габаритный нападающий, достаточно. Против него я достаточно много матчей сыграл. И с ним очень тяжело играть, на самом деле. Также, это первый. Также, второй. Когда я ездил на чемпионат России, когда был еще в школе Смехиных, играл до Юблескова Владимира Александровича по 2000-5000. Там был нападающий, мы играли против Краснодара, второго. Там был нападающий, очень хороший, быстрый африканец. И он очень был быстрый, техничный. Я, к сожалению, не вспомню. Какая-нибудь фамилия. Не знаю. Смогу я на него вставить. Может, это уже был. И против него тяжело, но хотя мы Краснодар 1-1 выиграли. Это были тогда хорошие времена. Не у Краснодара, нет? Не у Краснодара, конечно. Мы были команды очень хорошие. Второе и третье, получается, это... Александр Ярд, против него я тоже сыграл. Получилось, он очень такой... С него очень тяжело играть. Но теперь вы однокомники. Теперь вы однокомники. И теперь он еще и... Еще он не... Больше как тренер. Да, больше сегодня. Теперь тренер. Теперь он не дает представления, как лучший. Я с кем, как сыр. Ну, вот это вот похожая ситуация, как фильм, может, смотрел, Стрельцов смотрел. Да. Вот, там такая же ситуация была. Вот. Так что, спасибо большое за первый вопрос. Мы переходим дальше. Слышки. Го! 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 Итак, второй вопрос Никите. У нас получился первый такой вопрос в топ-3. Ну, и дальше мы тоже продолжим немножко эту тематику. Но только двойной будет такой прям вопрос. Назови три игрока в темпе, с которыми у тебя очень хорошие отношения, но и с которыми либо ты вообще не ладишь, либо такие напряженные отношения, если есть такие. Да нет, я бы не сказал, что есть с кем-то плохие отношения. Мы в одной команде все, и отношения у меня со всеми хорошие. Мы со всеми пацанами общаемся, где-то встречаемся, отдыхаем вместе. Как бы такого нет, чтобы с кем-то были плохие отношения. Да и вообще, кстати, у нас нет такого, что, например, молодежь и старшие, их как-то... Ну, дедачина такая. Да, такого у нас нет. Сразу нам сказали, что такого здесь не было, как в основном команде. И получается, с первого дня это все убрали. Мы все общаемся, молодежь, со старшими. Да, там где-то старшие могут как бы накричать, но это все понимают, и мы к этому готовы. Со всеми отношениями все хорошие. Нормально. Ну, никого бы не выделил. Трех кого-то, прям, ну, прям... Прям хорошее отношение с кем? Да, кого химия десятка вообще-то было. Найдвай. Так, ну с кем хорошие, да? Да, именно. Ну, с Жекой, с Викой, странным, что нападающим. Ниголь Шибыкин ненавно перешел в Турмашку. С ним я очень давно знаком. И с ним очень тоже хорошо отношения с кем. И получается, у Александра Рерка с ним тоже отличное отношение. Вот эти три игрока, с которыми очень хорошо общались. Ну, еще и Макс с ними с ними. Ну, хорошо общались. Вообще со всеми хорошо. Но этих я просто хочу уедеть, что где-то подсказать могут. И они, иду старшие. Это Женя, Саня и Макс. Подсказать могут. А Егор просто с детства подходит. Спасибо большое за ответ. Итак, третий вопрос. Заключительный, финальный. Почему ты ушел в Лиге Бро и из Динамо и перешел именно в Бросилон? Ну, три вопроса я тебе дал. Почему? Потому что мы в хороших отношениях. Ты очень добрый человек. Хорошо. Так. Из Динамо, получается, это был сезон 19-20. Я, как и в прошлом году, его стулал за Динамо. Мы с Демченко дошли до финала. До этого. А потом мы вылетели, получается. Вылетели из команды. Что мне за задание пошли? Пришел. Клановый тренер. Молодежку. Ну, по Лиге Бро. И, получается, собрал всю команду. Позвал. Кого друзей, кого познакомство. Собралась такая команда. Вот, не знаю, можно сказать. Друзья, знакомые. На первой тренировке все хорошо. Первая игра, получается, я не в составе. Вышел на последние 10 минут. Канады. Все, следующая игра там. Я вообще не выхожу. Мне это печит начало напрягать. Я не даю вопрос, почему я не выхожу. Ну, блин. Ждите по-своему шансу. Хорошо. И вообще потом я перестал ходить на тренировке. Динамо. И на игре, тем более, я перестал ходить. И в конце, после первого, в конце первого круга мне позвонил Кьюшкин сначала, Олег Викторович. Потом позвонил уже Александр Ярки, главный тренир. Барселовый. И получается, как больше предложений у других не было, а это когда, либо в ТЭМ, там, в Снежный Барс, в Сибирь. Позвали в Барселову, хорошая команда при таком тренере. И я пришел, у меня команда хорошая, на самом деле. Хорошая команда, хорошее отношение среди игроков. Все, пришел сразу, мне удали форму, тренировочную, игровую. Все, и получается, сразу с первого тура я матчем играл в стартом составе, я отыграл все игры. Делал момент. Ну, как бы, не знаю, пара динамора там, потому что были друзья, товарищи. И для этого я, думаю, не уходил. По блату всех. Да, ну, может, тогда же так сказать. Спасибо большое за твои ответы. Итак, мы закончили серию пенальти с Никитой. Он у меня обыграл со счетом 3-1. Ну, там, при счете 3-0 можно было уже заканчивать, но мы решили 2-5-1, да, 3-1? 5-1, да, 5-1. И задам, так сказать, последний вопрос. Он, как всегда у нас традиционный. Назови 3-х людей, которые ты бы хотел видеть в правдивых пенальтах. Он, пускай, это вот Иван Житников. Я имею в виду, Иван Житников, первый. Чисто возьму динамо-экси. Все? Чисто все динамо-экси. Худяков, Худяков. Чудряк? Нет, Виктор Хугай. Дружа, дружище. И... Третья. Какого будет это? Виктор Хугай. Виктор Хугай. Спасибо. Ну, пускай им мешал с тобой. Вот 3-1-1. Так как я очень хорошо отношу динамо, судьба 3-1-1. Ну, все, хорошо. Так, теперь наказание. У Никиты теперь, можно так сказать, в арсенале есть 2 наказания. Одно наказание он получил, ну, точнее, я его буду выполнять за то, что Никита хорошо пробил серию пенальти. Ну, и второе за то, что он ее выиграл. Так что, первое наказание. Блин, первое, надо было плакать. Ставим омин. Так, первое, нарисовать плакат. Перед у нас играет пенальный игрок. Я думаю, ты сам разберешься, что нам писать надо. А второе наказание будет со сбитыми сливками. Это в следующем выпуске. Кто у тебя будет? Ну, там уже не будем. Как говорится, интригу мы подождем. Да, я не знаю, с кем это будет. Я сам не знаю. Как говорится, ударить... Не ударить грязь лицом. Не ударить грязь лицом. Но это будут сливки в лицо. Так что... Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. На инстаграм Никиты. Обязательно причем. Можете на мой подписаться. Ссылочка тоже будет в описании. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Никита Юрьевич Бабич. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Все, пока. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok